Граница между Мексикой и США одна из самых протяженных в мире. В понедельник вновь открылась для поездок после 20-месячного закрытия из-за пандемии ковид-ла. Предполагалось, что будет много людей, потому что они открылись для всех с паспортом, но посмотрите, их нет. Но зато нелегально границу пересекло только по официальным данным более 2 миллионов человек. Добавьте к этому обнаруженные и заявленные губернатором Флориды Ди Сантесом, когда на частных самолетах нелегально людей завозили в США и по каким-то чудесным звонкам из Белого дома не проверялись никакие документы. Чудеса, да и только. Как только само по себе официальное открытие границы с Мексикой, это даже на шутку какую-то больше похоже для законопослушных людей. В международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке «Ребенок держит таблицу с надписью «Я выгляжу старше» в ожидании первого рейса British Airways из лондонского аэропорта Хитроу в день, когда Соединенные Штаты якобы ослабили ограничения на поездки, введенные для большей части мира с начала пандемии. Запрет на поездки, введенный в 2020 году, закрыл доступ неамериканским гражданам, путешествующим из 33 стран, включая Китай и Индию, большую часть Европы, а также ограничил езд по суше из Мексики и Канады. И хоть весь остальной мир с наиболее слабой медициной летал спокойно, но теперь ситуация становится намного мрачнее, чем нам пытаются показать по телевизору. На самом деле, теперь туристы должны быть обязательно вакцинированы, и не абы чем, а только сертифицированными в США тремя инъекциями, которые, например, в России уколоть негде. Вот вам и привет. Сколько вы там родственников не видели, учитывая еще, что и визы вообще не выдают в посольство США в России уже давно на замке для туристов. По данным US Travel, сокращение числа международных посещений с начала пандемии привело к потере почти 300 миллиардов долларов дохода от экспорта и потери более миллиона рабочих мест США.